хоба привет с вами доктор влад у нас сегодня 12 в два раза у нас так как-то ступеньками 12 градусов дождик и завтрак будет дождик ну в смысле утром будет дождик как-то так ладно вчера вот я ролик тут создал ну насчет вот этого штерна да по его мотивам многие написали конечно ребят ну все что угодно может быть я ничему не удивляюсь как мне тут один товарищ написал что после войны в грузии и войны в украине ягод ничему не удивляюсь а я написал что я после олимпиады ничему не удивляюсь для меня это было шоком что зимнюю олимпиаду впервые в мире делают в субтропическом городе сочи и не все молчат главное никто не возмущается но это же понты сам настоящий как раньше вот знаете вот бояре вот значит пили чай и вот так вот мизинчик отставляли да ну потом гораздо позже вот новые русские пальцы в ростопырку даже понты сам настоящий вот и насчет того что если в россии что-то было уже до китая почему нет так много трупов но во первых там небольшой небольшая смертность на самом деле многие просто переносили пневмонию пневмония или просто не ходили в больницу что вы думаете особо москвичи алё вы что думаете что в в глубинке где-то особенно по больницам ходят да их нет больницы то их просто нет вот вот я работал в больнице после института да а ее нет уже этой больницы это ну какая больница выпускник после института чё я там понимал то да а сейчас их просто нету сидит фельдшер вечно пьяный ну и что какой там коронавирус мало того вот мне тут как раз елена написала она сейчас живет за рубежом а у нее много знакомых и вот она пишет вот в волгограде волгоград миллионный город инфекционная больница забита ковид больными какая-то 12 больница вроде перепрофилирована там все забито ковид больными они там просто лежат лекарств нет их не лечат и они просто умирают приказ сверху диагноз не ставить реальный или пневмонии или урвеи у персонала нет вообще никаких защитных средств даже самых элементарных и еще новый директор клиники движение запретил делать тесто на коронавирус своим сотрудникам прошлую пятницу одного из врачей увезли домой с высокой температуры и болью в теле я бывший сотрудник этой клинике до сих пор общаюсь друзьями работающими там будьте осторожны волгоградцы и док поздравляют со всем ну это ладно ребят ну вот так да это волгоград а чё там творится где-нибудь не знаю в тюменской области да понятно ну ладно новость какие крупнейший автоцентр москвы решили отдать под госпиталь ну это хорошо позвонил медсестре она бжик сразу на жигулях подъезжает и автоцентр москва господи господи ладно фондовый рынок сша вырос связи с началом открытия штатов вот это хорошо наверное фондовый рынок то вырос вырос это хорошо или плохо я не знаю вырос короче но вырос на это хорошо когда люди растут и фондовые рынки растут врач кульской инфекционке обратилась к народу ну понятно чё она обратилась то она эмоционально расписала как медики ведут борьбу с коронавирусом насколько им приходится тяжело тяжело путин объявил 6 7 8 мая нерабочими днями ой ну как ну прям ну ой 6 7 8 нерабочие а чё эти рабочие были что ли вообще все нерабочие но вот он объявил ну надо же ему что-то объявить вы понимаете вот как он себя ведет да ему надо что-то сказать а потом раз и опять в бункер в шахматы играть в бассейне киев отозвал назначение саакашвили вице-премьером украины ну зашумели потому что да ну все ладно ранее сообщал что он согласился сейчас отозвали да шумный он совет федерации оценит оценит этичность обращение на русского верховный суд ну помните там у нее доченька доченька у нее бизнес доченька родная кровинушка у нее бизнес на крабах вот и она решила там что-то такое подшаманить неэтично не просто там в тюрьму и расстрелять не неэтично у них это так называется путин о чем просто путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая ну да москве до 11 подмосковью до 11 везде до 11 поэтапный выход начиная с 12 12 числа все будут стоять в подъездах и ногу так вперед совать на улицу можно нельзя можно ментов много вокруг так послушник подворья троица сергиевой лавры покончил с собой а чё это он так подозрение корона вирусную инфекцию совершил попытку спасти его не удалось теперь так пишут совершил попытку спасти ну повесился просто и все ну чё уж теперь да жалко мальчишка наверно да послушник собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в москве мэр москвы поблагодарил пооблагодарил владимир путина за продление нерабочих дней и назвал необходимым продолжать режим самоизоляции сидите дома сидите не высовывайтесь в саратове ведут новые меры для разобщения людей заголовочек это знаете где московские комсомолицы вот они тут собрались ругаются что саратовцы все повылазили на улицу и несмотря на т т т руководство региона специалисты намерены положить этому конец но это хорошо вот перекресток и наверху пулемет поставить ну знаете как делается да у меня условия самоизоляции нарушаются мы продумываем дополнительные меры по разобщению людей сегодня завтра они будут выпущены понятно да и ротвеллеров на улице специально обученных и колючей проволоку можем тоже путин из-за пандемии эмоционально вспомнил убийство спартанцев ой то эти неразумные хазары там еще кто-то теперь спартанцы да блин ну шо же вы идиоты то выбрали себя да вообще-то кому кто бы говорил да у нас в америке тоже петрушка так из новосибирских больниц экстренно забирают 113 аппаратов и вл а знаете что их забирают а их забирают по другим больницам чтобы у них был запас а как же запас должен быть ситуация тяжелая у одних забирают другим кладут странно это число заразившихся коронавирусом американцев превысило миллион ребят много а потому что нас считают это не обязательно они все умерли даже не обязательно что они все заболели их просто посчитали понимаете вот так делается цивилизованных странах в россии не слышали даме цивилизации не не слышали друг бабкиной рассказал а ее скоро выписки из больницы и скоро выпишут из больницы она рвется в бой на сцену да правда находит под себя я жестами она отношения налаживает с окружающими говорит не может нарвется в бой ну ладно доктор дала простой совет для борьбы с коронавирусом нужно избегать недостатка витамина d где-то они тут посчитали что если кто-то находится 10 минут в день на солнышке то он значительно снижает риск заражения так что выходить нужно ой-ой-ой необходимую дозу ультрафиолетов можно получить на балконе или во время прогулки с собакой ребят собачий рай наступил да все собаки сейчас гуляют по 15 раз с хозяевами с соседями в нижнем новгороде перепутали великую отечественную войну с гражданской какой-то плакат сделали а там гражданские матросы ну то есть это с гражданской войны да какая разница кто помнит а то что ребят мне 63 вот скоро будет 64 я тоже я уже тяжеловато мне гражданская отечественная да еще японская была финская черт его знает сплошные войны какие-то да ну вот они перепутали повесили плакат уже демонтировали дело в том что памятник который изображен на плакатах посвящен матросам волжской военной флотилии участвовавшим в гражданской войне в семнадцатом тире двадцать втором году о как так ладно хоть не фашистов повесили то хорошо собянин мой президент антон орех на это я до эха москвы добрался кто у нас вообще президент что собянин каждый день вы какие-то новые приказы а путина приходится ждать ждать приходится странно это да странно он живет в москве ему это конечно интересно ну вот все и москву прискочили теперь twitter twitter о ребята путин поручил выплачивать фельдшерам скорой 25 тысяч почему фельдшера работают на скорую нас врачи работал а сейчас фельдшера ладно но фельдшера были научима мы это в саратове и в дмитрове тоже у нас но в дмитритора у нас фельдшера были в многих местах на скоро работа путин поручил выплачивать фельдшерам скорой 25 тысяч а казанскими город казань кабмин принял другие цифры выплаты уменьшило и в два раза ну конечно не нужны трoupe президента. Мало ли, что он там говорит? Да. Два раза. Нормально. Так. Какое красивое решение. Платить вам не будем, но вот профессиональный праздник. Да, Путин объявил. 28 апреля день работников скорой медицинской помощи. Салюты нужны? Салюты. А уже все прошло. Нет, салютов не будет. Еще можно снизить зарплату, но нарисовать фреску с врачами в новом хране Министерства обороны. Да. Вот так это делается в России. Че вы там? Как вы там живете? Неужели раньше не было видно? Так. Интересное выражение. Путин выступит с отвращением к россиянам. С отвращением. Да. Хорошо, хорошо. А, тот комментарий с извращением. Он опоздал вчера, оказывается, часа на полтора, что ли? Его ждали, судьбоносное выступление Путина. Он сказал, что надо, чтобы все максимально и с полным напряжением, согласованно и повсеместно, четко и результативно. И, конечно, главное, то, чего ждали все, он объявил праздник скорой помощи. С радостным днем вас скорой помощи, товарищи. Ну, вот, в общем, вот так, да. Он выступал вчера. Даже вот мало комментариев, только на твиттере. А так даже не говорят, что он там выступал-то. Ну, ничего, как обычно. Дед рассказывает, дед, рассказывает, что он выделил несколько пакетов мер по поддержке населения. Никто не видел эти пакеты? Угу. А, Николай Трафкин, тут у него твиттер есть, помните, Трафкин, да? Сказали сначала в 15, потом поправили, написали, что в 15, да, сначала сказали в 15.00, потом поправили, написали, что в 15. Поправили. Время к 16, его все нет, всегда опаздывает. Лишь один раз не опоздал, когда Терешкова предложила обнуление. Да, он сразу появился. Вот сразу, секунда. Ну, я вам вчера рассказывал, для чего им это нужно было. Побыстрее, побыстрее, потому что он знал, что будет коронавирус. В Усть-Куте местные жители поймали за поджогами леса, за поджогами леса поджигателей. Избили их. Поджигатели поймали. Избитыми оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Михаил Т.Т. и пресс-секретарь Екатерина Анисьму. И знаете, что они поджигали леса, пожары снимали с квадрокоптера. И вот тут думают люди, наверное, скорее всего, они там распродали лес куда-нибудь в Китай, да? И решили поджечь. Ну, помните это, операция «Ы», да? Всё уже украдено. Ой-ё-ё-ё. Да, вот это, это, между прочим, я читал с Твиттера, вот то же самое. В Иркутской, это уже новостной канал «Россия». В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса. Ну, побили их, сильно их побили, да. Пш, какой-то кошмар, ребята, а? А, всё с кошмарами на Тихорецкую состав отправится. Это наш Антон. Послушайте. Пока-пока. С вами доктор Блад. На Тихорецкую состав отправится. Погончик тронется пером, останется. Стена кирпичная, часы вокзальные. Платочки белые, платочки белые, платочки белые. Платочки белые, глаза печальные. Одна в окошечко гляжу, негрустная. И только корочка в руке арбузная. Ну, что с девчонкою такое станется? Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется. Вагончик тронется, пером останется. Начнёт выпытывать купе, курящие, про моё прошлое и настоящее. На врустри короба пусть удивляются, с кем распрощалась, с кем распрощалась, с кем распрощалась, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я вас не касается. Откроет душу мне матрос, тельняшечки, как тяжело на свете жить, бедняжечки. Зайдёт на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется.